По поводу работы теплоснабжения в общем, я могу сказать, что предприятие работает в штатном режиме. Есть обращение профсоюзного комитета о том, что есть задержка по заработной плате. Сегодня принято решение о выделении средств на погашение в том числе и заработной платы. Поэтому до конца года заработная плата будет погашена в полном объеме. Работает предприятие сегодня, я считаю, лучше, чем другие предприятия в Украине, потому что вы знаете, с какими проблемами столкнулась вся теплоэнергетика накануне отопительного сезона в Одессе. В этом плане сработало очень хорошо. Мы начали отопительный сезон без задержек. Были погашены все долги перед поставщиками услуг. И сегодня, то, что касается заработной платы, мы до конца года выровняем эту сезон. Материалы мы, когда передадим лицензиату национальной комиссии, они будут рассматривать этот вопрос. Я могу сказать, что сегодня до конца года точно тарифы не поменяются. В январе, скорее всего, будут переданы материалы. И не раньше наверняка, в феврале месяца, можно ожидать изменения в тарифе на тепловой энергии. Национальная комиссия на своих заседаниях принимает решение постоянно о повышении. К сожалению, сегодня повышается стоимость энергоносителей, газ, электроэнергия, водоснабжение. Поэтому это составляющая тарифа по тепловой энергии. В среднем это где-то в районе 20-24%. По общественному бюджету этот проект, который реализуется, он еще не завершен. Работы только завершены по двум локациям. Это Греческая площадь и парк Шевченко. Еще третья локация – это Аркадия. Оплата произведена была, если я не ошибаюсь, только в размере 30%, что предусмотрено по договору. Вся проектно-сменная документация проходит экспертизу соответствующую. Поэтому по завершению полностью, 100% завершению работ, будет произведена оплата. Ремонт будет, конечно, за счет и делаться предприятием, которое сегодня выполняет эту работу. Продолжение следует...